Транспортное средство по определению, это средство повышенной опасности. Управлять им нужно очень умеючи, иметь навыки вождения, чтобы не допускать вот тех последствий, тех страшных случаев, которые вы сами знаете, которые вы видите на телевидении. Я являюсь консультантом аппарата, полномоченным по правам человека Слевовской области. Самый полномоченный по правам человека Слевовской области Татьяна Георгиевна Мезлякова почему, к сожалению, не смогла приехать и поприветствовать вас. Я бы хотел сказать следующее, ребята. Одно из основных прав человека – это право на жизнь. И от того, как вы умеете соблюдать правила, законы, разработанные, выработанные обществом, государством, во многом зависит в том числе и ваша жизнь. Поэтому сегодняшнее мероприятие, я думаю, что во многом основывается на том, как вы будете соблюдать те же самые правила, которые вы живете. Еще раз хочу вас поприветствовать. Спасибо за внимание. Я хочу доставить одному из организаторов, Федорову Алексею прошу. Тем более, вы, наверное, все, почему из вас нужны. Добрый день, господа. В этот раз гонки, тем более, что это возможность поправлять почти настоящим транспортным средством, как сказали представители госинспекции. Я хочу пожелать всем успешных заездов, дорожной защиты плакатов и победы в Аватарии. Мы сегодня решили, что это будут, скажем, комплексные соревнования. И мозг потренировали, и на машинках покатались, и побегали. Поэтому, парни, всем удачи и победит сильнейший. Постреляют. Можно обрезаться, можно сбить пешехода на горячей. Третий? Кто отвечает еще? Ну, когда говоришь, что по телефону не можешь пропустить, можно поворот. Умница. Четвертый еще. Давай, пока троечка. Четвертый будет? Сбиться с дороги еще можно. Запутаться можно? Правильно. А вопрос от самой Татьяны. Итак, не ловим. А ну, как-то, ты чуть не говоришь по телефону. Ну, вот чем этап? Срезаться можно. Хорошо. Еще? Назовите пять, и вы получите пять. Куда они стрелять надо? У меня пять. Четвертый. Итак, сейчас второй этап у нас. Вторая команда. Результат 44 секунды, 59 миллисекунд. Итак, это... Лучшее время сейчас дожил. Анастасия из команды «Адреналин». Сисевский и детский, но вот у тебя пока такая депочка. Вот она. Здесь дорога. Не играйте. Смотрите. Молодец. Хорошо. Пластиков. Итак, давай. Кто? Первый. Золя, начинай. Разсчетный. Надо. Все. Разсчетный. Песня, рисование. Переход через дорогу, мы всегда с тобой поедем. Полосатая дорога, порисовываем мы на него. Слушаем. Главное правило, когда я что-то говорю, меня не перебиваем, а внимательно слушаем, чтобы разобраться в правилах. «Отрада» города Екатеринбурга. «37, 36 минуты. На втором месте как раз «Стима» из команды «Ваканат».» «Здравствуйте, есть у нас «Стима», молодцы, без школьных переходов, но и самый главный гадост». «Ох, я пошла с судьбой, да?» «Ознакомились, да? Ваканаты были классные, конкурсы интересные. Хотелось бы отметить все-таки три команды. Итак, давайте начнем. Третье место занимает команда в конкурсе «Именно стен газет» по безопасности и дорожным решениям. Это команда города Полевской. Вы видели, какой красивый, молодец, что по-другому. Представители Полевского, молодцы, было интересно. Второе место награждается команда города Екатеринбурга. «Отрада», город Екатеринбург. Третье место, «Отрады», молодец. Это «Лазер Тег». Итак, второе место отправляется. Куда-куда-куда? Отправляется «Исмерт» команда «Сисерт». Второе место. «Сисерт» вы где? Это «Лазер Тег». Самые лазерные, прилазерные «Сисертская» дети. Ну и первое место, самое-самое важное. В «Лазер Тег» сегодня победили. Внимание, команда из города Богданович. Аплодисменты! И «Диплом» о первом месте, вот он, отправляется в город Богданович. Ну, кто-то есть? Подожди, у вас сейчас все готовы, поворачивайся. Поворачивайся, все, медали всем покажите, медали. А мы пока «Боклоп». Субтитры создавал DimaTorzok